Ребята, всем привет! Я недавно заполняла колесо жизненного баланса, и я поняла, что сейчас я проживаю настолько прекрасный период, когда практически все сферы на 10 из 10, и эту гармонию ощущаю даже дома. Я стала намного больше времени уделять окружающему пространству и наполнять его уютом. Тут, конечно, сыграло роль и взросление Анютки, и больше свободного времени вне работы, и мегамаркет. Так как на маркетплейсе сейчас действует повышенный кэшбэк до 70% бонусами на товары для дома, с таким предложением без покупок оттуда точно не выйдешь. Из последних находок плетеные сервировочные салфетки, обеденные тарелки и набор приборов. Все вместе будет очень красиво. На одну персону такой набор обойдется в 1683 рубля, а кэшбэк составит 694 бонуса с Берспасиво. В следующий раз, когда будете шопиться на маркетплейсе, покройте ими до 99% от стоимости покупки. Но с промокодом УютВесна, который даст дополнительную скидку 500 рублей при первом заказе от 2500, шоппинг выйдет еще выгодней. Оставляю подробности по ссылке в описании, так что планируйте покупки вместе с мегамаркетом. Привет, ребята! Новый день, новый влог! Этот влог будет не одного дня, однозначно, босс! Короче... Такой у меня лук. Скажите, кроссовки сюда не в тему, потому что они светлые, но у меня других... Нет! Так что, извините. Нет, ну у меня есть какие другие, но я не хочу. Возможно, надо было бы и сюда и кофточку посветлее, но мне вот захотелось вот так вот. Все, теперь это моя новая любимая причесочка. Сделала низкий хвост и заколола крабик. Сейчас я поеду сниматься в подкасте у Андрея Голазунова. Он меня пригласил, и я подумала, что хватит дома сидеть! Буду соглашаться! Всегда говори да! Короче, решила, что надо сходить. Мне очень понравилась такая комбинация. Я ее составила с другим образом. Вы видели в другом влоге, у меня здесь корсет был. Вот. Может быть, с корсетом получше, конечно, но... Я уже переодеваться не буду, я считаю, что нормально. Короче, очень понравился вот этот короткий пиджак. Он у меня давно. Это сода-мода. У меня к нему есть еще классные штаны, но штаны мне маловаты, потому что я носила те штаны, когда была супер худой. Зацените на мне уже украшения, которые мы с Кариной покупали как раз в день, когда виделись. И этот влог есть на моем рутюканале, кстати говоря. Так что, девчонки, переходите по ссылке в описании. Обязательно посмотрите. Мы там с Кариной весь день провели вместе. У нас был супер-купер-шопинг. Обе много чего купили. Рассказали, сколько потратили. Показывали в примерочной, как примеряем. Чуть-чуть где-то прокомментировали стиль друг друга. Карина там меня наряжала. Ну, короче, очень, мне кажется, интересно будет посмотреть. Вот. По ее советам приобрела себе украшения на кругленькую сумму. Так что, посмотрите на резочку. И переходите скорее по ссылке, смотрите. Оставляйте комментарии, лайки. Буду очень-очень благодарной за вашу подписку на мой рутюк канал. Потому что там я эксклюзивно выпускаю обалденные, просто топовые влоги. И просто нереально крутые реакции, которые вы так ждали. Мы с Кариной поедем на шопинг. Моле, мы потратим твои денежки. Срочно вылази свою машину на паркинг. Мы с Кариной одеваемся в одинаковых магазинах. Просто красиво, модно, берем. Потратил два раза по сто тысяч. Как будто бежевая попроще смотрится. Я просто накачанная бицуха, поняла? Давай посчитаем наш бюджетный улов. Девчонки, голосуем. 180 на двоих. На один день. Стилисты в деле. Есть дешевые магазины? Да, мы матери. Час ты за рулем ездишь? Вообще нет. Красивая? Девчонка. Машина на камерах, вообще без водителя, она всегда довезет. Да, да, да. Я что-то тоже такое минималистичное. А я побежала. Побежала я на съемки подкаста вот с таким луком. Мне кажется, я выгляжу очень даже хорошо. Так что погнали. Завтра мы поедем на дачу. Туда, где планируем ремонт. Аню утром завезем к моей маме. И нам надо в час уже быть там, потому что туда приедет мой папа. Наш будущий строитель. Возможно, еще папа слабый приедет, потому что надо планируем мебель увозить, двигать, что-то менять. Короче, я не знаю, что будет завтра, но какой-то бипец точно. Строитель посмотрит и скажет какое-то свое мнение, что можно сделать, с чего начать. Я с собой камеру возьму, вряд ли буду снимать строителя. Но я однозначно точно буду снимать влог на даче. У меня в багажнике, кстати, лежат коробки. Еще я заказала. Я вчера чуть не расплакалась. Даже нахамила, нагрубила Славе. С ним поругалась. Он сказал, зря я с ним так. Рассказываю, как есть. В чем был смысл. Иногда мы со Славой, каждый из нас чуть-чуть донервничает из-за того, что не может полноценно заниматься своими делами так, как раньше. Нам нужно какой-то график придумать, что-то распланировать, потому что, блин, то он бывает нервный, то я. А когда снимала влог про эту машину, у меня была идея снять классный рилс. Мне очень хочется заниматься творчеством. Мне нужно, чтобы ко мне часто приходили и убирались, потому что я на эту трачу много времени. К нам приходила один раз в неделю девушка, убиралась. Она и сейчас, как бы, мы с ней еще не расстались. Но из-за того, что мы уезжали на дачу, туда-сюда, уже, наверное, три раза она к нам не приходит. И вот после завтра к нам должен приехать клининг и сделать генеральную уборку. Поэтому я нашу девушку не вызывала, потому что, ну, как бы, зачем, если у нас и так будут убираться. И я понимаю, что мне вот мало одной уборки в неделю. Хочу, чтобы у нас дома была уборщица, чтобы готовили есть. Чтобы за меня все монтировали, снимать помогали. Не знаю уж. Блин, тогда что мне делать, да, остается? Просто я на себя взваливаю очень много задач. И во всем этом как будто бы, ну, не могу делать на 100% качественно. И из-за того, что я где-то что-то не могу делать качественно, я нервничаю очень сильно, расстраиваюсь. Начинаю там обижаться, злиться на мужа, что, типа, там, мои дела важнее. Ну, как бы, это неправильно абсолютно, да, обесценивать чужие какие-то дела. Потому что он тоже бывает расстраивается, что он не может свои какие-то дела сделать. Мы оба со славой такие, что мы не можем вот устроить все по полочкам. Нам нужно вот реально какие-то графики. Мы не умеем это. Вот не получается просто вот так вот, знаете, типа, в понедельник, например, мы отдаем Аню родителям и занимаемся, допустим, вот этим, вот этим, вот этим. И каждый понедельник одно и то же. Я просто прикидываю, накидываю. Очень хочется приехать в новую квартиру. Мне почему-то кажется, что там мы вообще заживем. Там все будет понятно. У меня в шкафу просто ужас, потому что у нас в последние дни у нас то мероприятие, то съемки, то еще какая-то фигня. И это клево, я думаю, вы видите, что мы вообще дома не сидим. Я даже дома ничего не снимаю, ребенка почти не показываю, потому что просто, ну, как-то даже и не успеваю. После того, как я здесь закончу сниматься, мы отвезем Аню к моей маме, она была на даче. И мы со Славой будем снимать реакцию сегодня. Все, я припарковалась. Надеюсь, нормальное место, потому что что-то тут вроде как бы парковка, все дела, но нормальное место найти прям сложно. Еще дождь пошел. У меня прикидывается. Короче, мы с Андреем обсуждали, что бы мы могли обсудить. И вроде как решили, что пообсуждаем комплексы. И, ну, как бы не просто, типа, вот, мне не нравится там. Не знаю, мой нос. Ну, короче, не только такое, типа, откуда это вообще все идет. Вот как-то, может, издевались, не издевались в школе. Короче, блин, не знаю. Вот все эти ремонты, стройки, какие-то другие обязательства. Мне нравится все это. Ну, типа, жизнь вообще не стоит на месте. Постоянно миллиард задач и дел. Но, знаете, никакой беззаботности вообще. Я просто понимаю, что кто-то... Нет, мне вообще грех жаловаться. Сто процентов. Просто я понимаю, что, конечно, кто-то, ну, смотрит сейчас мой влог и думает, типа, Юль, тебе реально грех жаловаться. У тебя все супер-пупер. Ты, по сути, реально делаешь, что хочешь, в отличие от многих из нас, там, кто смотрит. Я согласна. Я работаю на себя. Я снимаю видосы о своей жизни. Мне что надо? Просто быть интересной, снимать актуальный контент, придумать что-то новое. Не сидеть на жопе, не сидеть дома. Да вроде как и все, да? Ну, типа, что еще надо? Вот я, блин, снимаю контент о том, как мы делаем ремонт, о том, как мы купили машину. Ну, типа, это вообще, ну, улет. Я особо даже не заморачиваюсь. Как будто бы. Ну, как будто бы, да? Но, по сути, просто снимаю то, что происходит в моей жизни. И это бомба. Но я много работала для того, чтобы людям было интересно смотреть на то, что просто происходит в моей жизни. И хочется вдохновлять всех и говорить всем о том, что работайте. Работайте, работайте. Когда-нибудь. Может быть, не сегодня. Вот у меня вчера был такой порыв. Я даже Славе говорю, типа, блин, я как будто не везучая. Но это настолько вранье. Я очень везучий человек. Просто есть люди еще более везучие. Типа, знаете, у которых постоянно складывается карта. Как будто они родились под какой-то звездой. Я думаю, ну, как так? Типа, ну, как так? Я же тоже стараюсь. Я же тоже работаю. Почему так выходит? Ну, то есть, и я думаю, блин, это странно. Вот мы со Славой обсуждали. Он сегодня даже. Он говорит, это как ходить на мероприятия. Ты можешь ходить каждый раз на мероприятия и не обзавестись ни одним полезным контактом. А можешь один раз прийти и просто себе найдешь друга, товарища, бизнес-партнера, сразу огромный контракт, проекты, съемки и так далее. То есть, это вот просто вот такая вот жизнь. Кому-то так, кому-то не вот так. И это очень интересно, конечно. Очень интересно, потому что, знаете, я помню, ну, все равно это неправда. Все равно, когда много работаешь, ты получаешь в итоге результат. Мы вот с Кариной тоже на подкасте об этом говорили. Я рассказывала про сложный период в своей жизни, когда у меня с работой было не очень. Я много работала, и все равно было не очень долгое время. А потом херак, понимаете? Потом херак, и все класс. Все равно труд когда-то ваш оценится. Это я просто хочу вас вдохновить. Потому что у всех бывают такие моменты, когда ты, ну, типа работаешь, трудишься, делаешь многое, отдаешь многое эмоционально, физически, все. А отклика и результата, ну, как будто бы нет. И ты думаешь, почему так? Почему кому-то достаточно просто пернуть, а ты должен обосраться, чтобы тебя заметили, и чтобы, ну, реально был результат какой-то. И иногда, ну, как бы из-за этого расстраиваешься, и можешь даже опустить руки. Но моя жизнь, мой опыт показал мне, что это самый лучший момент для того, чтобы наоборот не опускать руки, а наоборот доказать этим людям, которые когда-то с тобой не хотели работать, отказывали, доказать им, что, ну, как бы вы очень невероятный бриллиант просрали. И мне кажется, я, у меня так холодно ногам, пожалуйста, почему, там просто еще снимают, поэтому я подожду в машине. И мне кажется, я прям пример того. Вы просто не знаете мою историю изнутри, потому что я такими вещами не делюсь. Но у меня была ситуация реально вообще трэш. Ну, нет, уж не совсем уж трэш, но просто, типа, знаете, когда ты привыкаешь к тому, что у тебя есть... Хотя блогинг, то, чем я занимаюсь, это вообще не про стабильность. Сегодня так, завтра так. И поэтому мне, конечно же, как и, думаю, многим моим коллегам, хочется создать какой-то бизнес, который пассивно и стабильно будет приносить доход. И, конечно, этот бизнес должен быть прозрачным. Просто, вот знаете, я все равно, я вчера перед сном лежала, нашла два часа, не высыпаюсь жутко, но перед сном стараюсь телефон чистить. У меня просто 60 тысяч фоток там было, и, ну, это просто трэш. Я даже не могу их перекинуть на ком, потому что приложение iPhoto просто не показывает мне картинки из-за того, что их просто дохера. И, ну, как бы я просто... У меня очень много одинаковых фоток. Типа, знаете, ребенка вот так вот фоткаешь без остановки, чтобы поймать вот какую-то милую улыбочку. И я просто ставлю лайк на фотки, которые мне прямо очень нравятся, остальные удаляю, ну, потому что, ну, это реально, просто невозможно. И я лежала, смотрела Катю Конусу про вот этих всех, типа, инфо-цыган, про то, как они отмывали бабки, что они создавали много ИП, ну, регистрировали много ИП на там членов семьи и так далее, друзей, знакомых, чтобы, грубо говоря, от огромной суммы платить не там 300 миллионов, а 60 миллионов. Ну, то есть разница большая. Честно, я тоже хорошо зарабатываю, очень даже хорошо, и мы очень большие налоги платим, и это всегда как ножом поселиться. Но это, типа, закон, ну, в духе... Ты можешь там, я не знаю, дома что-то себе приготовить не так, как по меню, условно говоря. Ты можешь отойти немножко от изначальной какой-то пропорции, ну, короче. Но то, что в плане закона, ну, мне просто, у меня в голове это не укладывается. Хотя я вот как представлю, конечно, уж я не такие большие деньги зарабатываю, как все эти инфо-цыгане, которые сейчас то в СИЗО, кто еще где. Это даже страшно. Большие деньги — это всегда большая ответственность. Ну, конечно, было бы обидно, такие большие деньги, их можно реально потратить на что хочешь. Но я всегда так считаю. Ну, лучше спать спокойно. Ночью я люблю спокойно спать, но в том плане, что, знаете, не переживать, что, ой, вдруг меня поймают. Я вообще не представляю, как эти люди живут, жили с таким грузом, так сказать, что не сегодня-завтра может проверка какая-то произойти. Мы во всех своих делах чисты и прозрачны, и всегда все в рамках закона, потому что лично для меня это прям страх. Ну, то есть один из, знаете, одна из фобий. Вот я еще что считаю? Очень важно и круто знать правила, во-первых, дорожного движения, это 100%, ну и в том числе законы, в принципе, страны, в которой ты живешь. И не только как потребители, да, вот, например, Настю Молотову я смотрела, но я и сейчас, бывает, смотрю, но очень-очень редко, и вообще, в принципе, я YouTube редко смотрю, потому что у меня просто тупо нет времени. Я бы очень хотела, но я могу такое смотреть, только если я в телефоне что-то делаю, именно там фотки, не фотки, монтаж в телефоне без звука тоже, ну, короче, вы поняли, ну, реально нет времени, хотя есть дикое желание. Так вот, и Настя Молотова там как раз классно в своих видосах про законы рассказывала, именно то, что связано с потребителем, клиентом, салонов. Вот почему, например, я хожу по магазинам в торговых центрах и снимаю себя на влог, и вообще не боюсь как будто, я думаю, я ничего противозаконного не делаю. Так вот, да, ко мне могут подойти и сказать, типа, ну, можете, пожалуйста, снимать. И я, скорее всего, сильно прям выпендриваться и не буду, типа, вы знаете, вообще-то существует закон, идите-ка вы нахер. Скорее всего, я даже ничего такого делать не буду, а реально просто скажу, да, хорошо, типа, нет проблем, и уйду. Вот, потому что, ну, как бы, меня же там не горит особо снимать, знаете. Ну, и смотря, как подойдут, конечно, что скажут. Так вот, и прикольно что-то знать, но помимо вот таких законов про, там, потребителей, что ты можешь, там, потребовать, не потребовать, про свои права, есть же еще куча разных других моментов, которые важно знать просто даже как человек, как гражданин, какие у меня вообще законы есть, какие у меня есть права. Короче, это очень, на самом деле, интересно и нужно узнать, я считаю, потому что незнание закона, как говорится, не освобождает тебя от ответственности. И то, что касается бизнеса, вообще каких-то таких планов, для меня это очень серьезно. И вот у нас со Славой есть несколько идей по поводу бизнеса. Один наш, так скажем, бизнес-план в работе, в активной, уже несколько месяцев. Вот, не знаю, что из этого выйдет, ничего не рассказываю, не говорю, что что-то 100% залетит, будет бомба, улет, класс. Потому что жизнь такая, сегодня вроде как вы начали, запланировали, но что-то пошло не так, вы передумали, нашли какие-то причины, почему это как бы, ну, не ваша тема. Вот, поэтому я просто скажу, что у нас есть даже запатентованный бренд, Слава всем этим занимался. Налаживаем какие-то контакты, но у меня есть одна тоже такая идея для своего бизнеса, который конкретно вот прям мэчится со мной. И вот как бы я понимаю, что особенно то, что вот работа с людьми даже, это все вызывает у меня тоже страх. Ну, как говорится, глаза боятся, руки делают. Просто нужны люди, специалисты, которые, во-первых, все объяснят. Слава уже вот сегодня мы обсуждали. Нашел в интернете, ну, там где-то он смотрел, человека, с которым мы можем встретиться, который сможет передать свой опыт, знания и какие-то даже документы, правильное оформление и так далее. По, так скажем, бизнесу, который вот мне бы очень хотелось реализовать в своей жизни. Это я еще не говорю о том, что мы сейчас работаем, разрабатываем, ну, как сказать, разрабатываем, ищем. Ищем варианты по поводу моего шоу. Оно не ушло на задний план. У меня уже есть концепция моего шоу. У меня все есть. Даже я уже там с некоторыми блогерами пообщалась, сказала им, что я вот планирую, очень хочу видеть тебя как гостя. То есть, ну, просто, знаете, я так бывает у себя в видео, где я говорю, вот, у меня есть такой план, у меня есть такое желание, а потом пропадаю с этим, и люди думают, ну, что там, твоя идея, как, где. Просто такое бывает, что я что-то запланировала, а потом херат, и, ну, какие-то у нас другие планы. Вот я общалась с оператором, кто вот нам с Кариной снимал, ну, Карина сейчас подкаст снимает, мне снимал кукинг. Вот Костя и его команда. Мы с ним на связи, созванивались недавно, и я ему говорю, я хочу снимать шоу в марте, по-моему, я ему так сказала, когда мы вернемся с Дубая. В итоге мы улетели, потом вернулись, потом было не до этого, плюс сейчас ремонт на даче. Ну, короче, все закрутило, завертелось, и у меня-то как, типа, мне хочется сделать не тяп-ляпа, чтобы классно было. Сложно все это объять, с учетом того, что есть еще обязательства в плане, там, интеграции снять. Это же, вообще-то, основной, там, мой тоже вид заработка. Там, конечно, прикольно придумать какие-то бизнесы, все это планировать, ну, над этим работать. Но, помимо этого, есть, типа, домашние дела, которые я не могу на кого-то скинуть, бросить. Есть ребенок, которого тоже ни на кого не скинешь, не сбросишь. Даже если родители могут посидеть, помочь, все равно. Точно дело не в ребенке, хотелось бы сказать. Потому что мы отлично дома занимаемся разными делами, и когда ребенок дома, мы со Славой вдвоем справляемся с ребенком. И чем она старше становится, тем становится реально, ну, проще. Потому что все-таки раньше вообще надо было еще больше как-то ее как будто развлекать. Сейчас она сама что-то, я смотрю, книжечку переворачивает, игрушечки достает. Раньше поставишь ей картину с игрушками, она даже туда не полезет. Ну, как-то вот вообще было пофиг. А сейчас она полезет, все оттуда достанет, что-то посмотрит, что-то тебе даже предложит. Ну, то есть ребенок растет, умнеет, взрослеет, и это, конечно, прикольно. Потому что, ну, действительно, как будто в этом плане становится легче. Короче, все, я побежала, потому что у меня вообще время ограничено. Я, конечно, тоже опоздала, но я надеюсь, что в 4.20 мы закончим, потому что у меня уже само дело до хера. Приветики. Здорово. Так, мы готовы тебя впускать. Такая вот студия прикольная. Там джунгли. Очень классно. Так что сейчас будем сниматься. Вроде моя прическа не растрепалась, пока я доехала. Так, ребят, все, я закончила сниматься. Поболтали, мне кажется, очень классно. Вот. Мы когда с Андреем созванивались, обсуждали вообще, что будем обсуждать. Ну, чтобы был интересный разговор. Я сначала подумала, типа, блин, не знаю, что там получится, насколько интересно выйдет. В итоге, мне кажется, очень классно поболтали. Я прям буду ждать, когда смонтируют. Надеюсь, не будут затягивать. В себе знаю, всякое бывает. Так, мы поедем сейчас домой. Мне написала мама, что она уже, собственно говоря, приехала с дачи. И поэтому я приеду домой. Не знаю, переоденусь нет, но зайду 100%. Мы соберем Анюточку, отвезем ее моей маме сейчас с полпятого практически вечера. Просто хотим сегодня снять реакцию, завтра у нас вообще дела. В общем, посмотрим, что успеем. Так что я поехала домой. Ребят, представляете, я пришла домой, сняла себе джинс, сходила в туалет. Ну, короче, помыла руки, все. Смотрю на себя в зеркало и думаю... Я надеюсь, что это было спрятано под пиджак. Что-то я с биркой поехала сегодня вот так вот. Но да и прошли, не надела. Надела. Тупизна! Тупизна. Ну, реально, надеюсь, что это было спрятано, потому что иначе я выглядела очень грубо. У меня уже третий день подряд какие-то странные неловкие ситуации. Что-то странное творится. Так, ребята, мы отвезли Анютку. И теперь готовы снимать реакции. Вот, я переодевалась из модного лука в более удобный. Собрали быстренько Аню, дома сами поели. Ива была очень рада сейчас, когда увидела, что мы вернулись вдвоем. Может быть, она надеется, что теперь будет так. Что та маленькая девочка... Она как бы все... Она у нас пожила 9 с половиной месяцев и уехала. Но нет, Ива. Анютка приедет. Ну-ка, пусть и... Я вчера Вилу искупала. Я вижу периодически комментарии, где Вила, что осталось с Вилой, давно ее не видно. Да я, на самом деле, даже Аню особо сейчас не снимаю, если вы не обратили внимания, потому что у меня насыщенная жизнь. Кажется, теперь все осталось на свои места. Но когда жизнь не очень насыщенная, то ты думаешь, ну кого показать? Ну что показать? Показываешь собаку, ребенка, много-много-много. Ну окей, чуть-чуть показать. Но я думаю, что все-таки, когда у тебя нет каких-то интересностей, делали вот и весь в декрете, в ребенке, вот как у меня было долгое время, то тебе особо и показывать нечего. Короче, да, когда есть что показывать, то собаку и ребенка особо и не надо показывать. Как будто бы, не могу сказать, что у меня есть дикое желание постоянно выставлять Аню в интернет. Есть желание такое только потому, что хочется все это как бы сохранить в своей памяти у себя на канале. И тут, и на Рутюбе в том числе. Вот. Но. Когда много дел, то не упиваешь. Так, я тут нашла гитару. Правда, у Анютки есть штука. Пойдем сейчас снимать реакцию, поэтому я с вами сегодня, наверное, прощаюсь. Вот. Потому что сейчас будем долго болтать. И, блин, я сегодня уже и так болтала, снималась в подкасте почти сколько? Ну, полтора часа примерно. Вот. И влог снимаю. Сейчас будем снимать реакцию, поэтому... Ну, мне нравится, когда так. Это прикольно. С одной стороны, нравится. С другой стороны, у меня на полке в шкафу просто пипец. Мне туда приходится просто забивать вот так вот вещи, потому что у меня тупо нет времени это все разложить и разобрать. И завтра тоже не будет. Ну, вообще, класс. Я люблю, когда так, когда насыщенные дни. И когда ты мечтаешь о том, чтобы один день просто... Просто у меня такого давно не было, чтобы я ничего не делала, если честно. Потому что всегда есть какие-то заботы, домашние заботы, хлопоты, хлопоты. Я буду тоже стильной с финки-пелюшками на реакции. Так что посмотрите. Когда она выйдет, она выйдет попозже. Я каждую неделю выставляю видео на Рутюбе. У себя эксклюзивненько, так что просто напоминаю. Вот. Мне нравится с бижутериями, с этими классными, дорогущими. Посмотрите, у меня влог на Рутюбе. Мы с Кариной там шопились. И офигеете, сколько вот это все стоит. Вот это, вот это. Вроде выглядит обычно, да? Ну, что там? Ой, какая-то пыль. Какая-то цепочка, сердечко. Ну, ничего такого. А стоит дохер. Ну, все, погнали. Пока всем и до другого дня. Ребята, всем привет. Доброе утро. У нас завтрак. Папа кормит Аню кашей. Понял, Ань? Вот и все. О, начинается. Ну что, оставили своего кукумбера и едем куда мы едем. Такий модный. Я морячка Валентияна. Кстати, ты почему свои не носишь? Сейчас же погода, ладно, как он кричит от тебя. А то он... Слава, одевай свои очки! Я особо не люблю модничать. Нафиг его, выкидываем из этого влога. Я решил теперь модничать. Ничего не знаю. Буду скупать цацки. Найму себе стилиста. Буду делать модные незамысловатые прически. В стиле Белла ходит. Или Хэлли Бибер. Или Белла лежит. Или Белла лежит. Так что ты можешь как бы присоединиться, а можешь остаться там, в немодной стороне. Я там остаюсь. Ну и отстой, девчонки. Нарядить своего мужа и вообще попросить его как-то модно и не одинаково каждый день одеваться, это дело не для слабонервных. Слава постоянно ходит в одном и том же. Я на самом деле тоже люблю ходить в одном и том же. Ну типа в удобном просто. Больше все. В любимом удобно. Но иногда, конечно, надо нарядиться. У Славы столько классных вещей в шкаф. Поняла. А сколько футбола. Я вчера все-таки разобралась в шкафу немножко. Когда мы закончили снимать реакцию вчера. Вообще это просто взрыв мозга. Ну я в шоке. Это реально выпуск самый трешовый на моей памяти. Мы со Славой прям в шоке были. Ну я не буду просто рассказывать кто чего. Хотя, может быть, многие уже посмотрели этот выпуск, на который мы снимали реакцию. Ну там просто настолько неприятные моменты. Ну короче, ладно. Посмотрите реакцию уже на моем Рутюбе. Ссылочка в описании. Ждите. Она, возможно, еще не вышла. Чуть попозже выйдет. Можете подписаться на Телеграм, чтобы не пропустить. Сняли реакцию. Закончили где-то в 9. И решили Анютку как раз в 9. Ну короче, ближе к 10 забрать. После того, как мы закончили, у нас еще дома был где-то час. Ну минут 40. И мы решили это время посвятить всяким разборам. Ну как, просто типа помыть ванну, подготовить к тому, что когда мы приедем с Анюткой, чтобы ее сразу искупать. Потому что как раз мы ее купаем перед сном где-то в 10. Ну в 10. В 10 обычно купаем. В 10.30 она уже готовая ко сну. И у нас с ней начинаются качания, попить там агушу перед сном. Сосочка, водичка. Вот это вот все. Ритуалы, от которых лучше бы уйти. Типа качание, сосочка и так далее. Не знаю. Пройдем к этому попозже, как-нибудь разберемся. Я разобрала наш шкаф немножко. Кое-что засунула в контейнеры, которые недавно освободила. То, что оттуда брала вещи, засасывала в вакуумные пакеты. Кстати, надеюсь, они есть у меня здесь, эти вакуумные пакеты. Для дачи как раз. Да, мы едем на дачу. Разобралась. Кое-что убрала повыше. Что-то там нашла прикольное. Короче, да, охота разобраться еще в шкафу, где вещи висят. А еще все думаю по поводу встроенной гладильной доски. Я же вчера была у Андрея Глазунова, и мы с ним это обсуждали как раз на подкасте про ремонт. Я говорю, ты представляешь, у нас сейчас типа все немножко затянулось, потому что я долго не могла согласовать полочки всякие, гардеробные и так далее. И я говорю то, что я уже почти согласовала, а потом до меня дошло, что я не хочу, чтобы у нас в шкафу было целое огромное место для гладильной доски. Я хочу, чтобы она была встроенная и в узеньком пространстве. И он поржал и сказал, что у них тоже такая есть, они же делали ремонт. И сказал, ты знаешь, сколько раз мы ей пользовались, вот этой встроенной типа гладильной доской? Он говорит, ноль просто, ну может один раз. Он говорит, она типа неудобная. Он говорит, мне неудобно такой пользоваться. Я говорю, а как тогда? У нас есть обычная большая, которая где-то там стоит, мы ее достаем и ей пользуемся. Я не знаю, что делать. У меня же в моих идеальных планах как? Что не я буду гладить, а к нам будет девушка приходить убираться. Я вот хочу свою жизнь устроить так, что я не убираюсь дома. Мне бы еще хотелось не готовить. Хочется заниматься ребенком, творчеством, работой. Не хочется заниматься вот такой всякой бытовухой. По крайней мере, 24 на 7. Ну реально, потому что это отнимает столько времени, и я не могу реализовывать свои идеи, бизнес-идеи. Из-за того, что мне приходится там дома что-то убирать там и так далее, и так далее. Потому что к нам же не приходят уборщицы каждый день, например. Или хотя бы несколько раз в неделю. Например, Слава сидит с Аней, и поэтому и он не может работать нормально. Ну короче, такой замкнутый круг. И правда говорю, будь здоров. Это все к тому, что нужно свою жизнь наладить. Я надеюсь, что к моменту, когда мы переедем в новое жилище, там мы уже просто будем супер-пупер-классно жить, где все устроено. Надеюсь, так выпьем за это воды. И кофе. В моих планах, что как бы не я глажу, поэтому удобно и неудобно. Да нет, ну все равно, конечно, я все равно периодически что-то доглажу. Вот. Когда находится свободное время, вместо того, чтобы отдохнуть или что-то классное творчество поделать. Я все, знаете, я была в раздумьях по поводу того, может все-таки нанять вызов, как это говорит, так сказать, с мувинг-компанией. Короче, есть компании, которые помогают с переездом. Типа собирают все твои монетки в коробке, все классно подписывают, правильно упаковывают, там посуду, например. Это как бы было бы классно, потому что мне самой так неохота тратить свои силы и время на то, чтобы весь дом на даче собрать в коробке. Радует то, что там много мусора, который сразу можно на помойку. Но все равно мы, получается, собрали вещи только из одной комнаты. В общем, сейчас мы приедем на дачу. Туда приедет мой папа со строителем. Не знаю, какой будет план. Хорошо, что приедет папа. Ну, во-первых, это его строитель, он как бы его и привезет. Ну и хорошо, что будет мой папа, потому что дом как бы строился, можно сказать, при нем. Правда, папа еще был даже маленький, но все равно мой отец 100% лучше знает какие-то скрытые материи, истории этого дома. И может быть, сможет где-то нас направить. Типа, здесь можно снести стену, допустим. Это я точно знаю. Вот. Но он как бы мне уже говорил, что нихера ты там не сделаешь. Но вдруг, в любом случае, еще строитель, когда будет снимать вагонку, будет что-то понятнее и более ясней, наверное. Даже я выставляла сториз и подумала о том, что было бы здорово вот эту стенку сломать, чтобы там сделать полноценные гардеробные, чтобы в комнатах вообще не было шкафов. Ну, как бы сломать, но подвинуть. Потому что, например, на противоположной стороне такого нет. Я подумала, что эти стены точно можно снести. Но вот такое. Мне типа, может быть, так и можно сделать, но вообще-то они подпирают крышу. Я такая, да твою мать! Точно что-то можно сделать, это замуровать окно, типа, на втором этаже. Ну, это просто... Меня это бесит. Реально бесит. Даже если мы все не сможем это убрать, то рабочий может начать все равно работать. Он просто может какие-то вещи передвинуть и начать делать там один угол. Да, ну, ты понимаешь, ему сначала, например, надо полностью снять все, вагонку и так далее. Я говорю, он может начать снимать вагонку. Он же, наверное, это быстро будет делать. Ну, да, он может это просто вещи... Поэтому двигать туда-сюда тоже как бы не коммертирует. Ну, нет, они как-то... Они вещи просто в центр скидываются, вот так вот все. А по кругу он начинает работать, а все. То есть, как бы вещи специальной фольгой, ну, не фольгой, а пленкой накрываются, чтобы это... Ну... Да, 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 я понимаю. Они засрались. Я вчера ночью опять не могла долго уснуть. Я последние три дня как-то плохо засыпаю. В том плане, что хочу спать намного раньше, но лежу, что-то там в себе думаю, фантазирую. Потому что у меня постоянно всякие мысли в голове. Типа про жизнь, что надо поменять, как устроить, чтобы жизнь была в кайф. Она как бы и так в кайф, но просто как больше успевать. Знаете, вот эти вот всякие махинации в голове, что тут надо сделать так, а здесь так. Какие-то графики, вычисления. Ну, короче, вот такие сложные уравнения в моей голове перед сном. Из-за этого я долго, ну, типа не могу уснуть. Ну, не то, что долго. Я, конечно, капец спать хочу, поэтому просто лежу, какое-то время думаю, а потом засыпаю. Так вот, я вчера ночью думала о том, что сейчас мы в доме там все снесем, все уберем, ну, как бы там что-то продадим. К этому, потому что я сейчас скажу, меня еще подтолкнула ситуация, что я не смогла снять свою первую машину на видео, посидеть в ней, знаете, снять себя в этой машине. Ну, как будто бы это, типа, то, на что-то я могу посмотреть, поностальгировать. Благодаря технологиям я могу это все снять, и у меня сохранится такое воспоминание. Я поняла, что я никогда не снимала, типа, хаус-тур по даче. Сейчас там, правда, уже кое-что изменилось, кое-что мы подвинули. Все равно пока этот дом выглядит так, как он выглядел при жизни моего дедушки. Можно сказать так, этот дом выглядел в моем детстве, подростковом возрасте. Я поняла, что я сниму сегодня, поэтому я такая красивая. Может, уже не уйдет, но, короче, я сниму видео сегодня про этот дом. Возможно, это, конечно, займет, там, час, например. Может, чуть побольше, не знаю. Это время мы могли бы потратить на то, чтобы собирать что-то в коробке и так далее. Но я поняла, что если я этого не сделаю сейчас, то потом просто этот дом уже будет другой. Ты меня трогаешь? Думаешь, это грустный момент? Ностальгический? Да. Это правда. И я очень рада, что у нас есть возможность, и мы решили делать там ремонт. Потому что нам хочется хорошо там жить в комфортных условиях, в чистом доме, без дырок, чтобы было тепло, ничего не продувало между стен. Но вот это вот осознание того, что этот дом, типа, будет другой, странное. Зато он как бы... Нет, он на самом деле будет другой только в плане материалов. Потому что, скорее всего, типа, комнаты мы там ни хрена не поменяем. И в любом случае в этом месте я буду чувствовать себя классно. Ну, потому что это такое родимое гнездо. Вот. Пусть даже с ремонтом, а не так, как было раньше, как бы. Короче, хочу снять, чтобы у меня была такая память. И, конечно, многие из вас и так знают, как этот дом выглядит внутри. Но я решила, что сниму. Сниму. Потом буду пересматривать, вспоминать, как это было, какой был дом. Может, когда-то даже Анютке буду показывать. Вот, смотри, ты была маленькая, дом выглядел вот там. А потом мы сделали ремонт. Вот. Видишь, как сейчас красиво? Классно, как ты любишь. Короче, да. Ладно, будем ехать на дачу. И я всё продолжаю. Пытаюсь очистить свой телефон от миллиарда фоток, видео. Но каждый день эти фотки, видео пополняются. Очень сложно. Очень сложно. Глаза мои по ночам болят, конечно, жутко. Потому что я как раз сижу перед сном где-то, вот как Аню уложу. С 12, наверное, до 2 практически сижу. Всё это чищу, 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 чищу. Просто жуть. Пытаюсь что-то обработать, чтобы выстоять. Потому что у меня куча фоток, которые ждут своего часа. В общем, мы едем, стоим в пробке. Показывает нам ехать ещё целый час. Так вот, мило, Слава держит меня за ручку. Чего, дай. Ну и вот пробка, собственно говоря. Что едем. Ребят, только что произошло просто угар. Чего. Я не помню, сказала я вам или нет, что папа Славы тоже едет сейчас к нам на дачу, чтобы помочь. Ну да, чтобы помочь, короче. Там же куча всего. Вот. Тем более он был, получается, у Славы на даче. Ну, у них. И как бы ему, ну, класс, как раз к нам приехать тоже всё равно удобно. Так вот. И мы такие, типа, едем со Славой, болтаем, как раз обсуждаем Славиному папу, чем он нам может там помочь. Ну, понятно, например, вещи собрать в коробке. И чтобы знать, где что, это как бы мне больше лучше заниматься. Потому что, ну, чтобы я это сама проконтролировала и знала, что я куда положила. Грубо говоря. Я Славе говорю то, что вот, вы с папой можете, например, из чулана достать. Потому что там есть много и каких-то тяжёлых штук, и не тяжёлых. Что-то на помойку, что-то нормальное. И тут просто берёт и проезжает Славин. Папа такой нам, эй, типа, в окно. Звонит ему. А, он не звонил, просто проехал. Как мы его увидели вообще? Не знаю, он посигналил мне. А, он посигналил, проехал. Мы такие, нифига себе! А он вроде как позже нас должен был выехать. Короче, нас обогнал уже. Не, ну, наверное, ему всё-таки удобнее. Мы очень много времени потеряли в пробке, там стояли. Короче, едем такие, и фигак, и звонит мой папа. Просто через минуту буквально звонит. Мы поворачиваемся, и едет мой папа. Мы такие, да что такое? Мы со Слава, да вы заколебали! Да что за херня? Все раньше нас сейчас приедут. Будут там веселиться. Ещё бабушка моя тоже едет. Бабушка Надя, которую я ни разу не показывала во влоге. Она же научила меня делать вкусные котлетки. Как раз таки с ней и с моим дедушкой прошло моё детство на даче. Она тоже едет, и строитель тоже едет, и бабушка, и папа вообще во как смогут дать кучу классных советов. И они тоже... Я говорю, просто я увидела, что бабушка там с папой сидит. Я говорю, ничего себе, бабуль, типа ты тоже едешь? Или вы заедете, тебя завезёте? Она сказала, что тоже едет. Как вы там без моего совета справитесь? На самом деле это просто супер. Это просто супер. Вот. Так что я думаю, что у лёд. Я очень-очень рада, что мы сейчас все увидимся там. Потом поедем к бабушке пельмени кушать. Ну, может, на обратном пути уже вечером, когда домой поедем. Так что класс. Почему я свою бабушку никогда не показывала? Потому что мы с ней не так уж прям супер часто видимся. Мы с ней на связи, общаемся, видимся. Всегда к ней заезжаем, когда на дачу. Она просто живёт тоже в Подмосковье, получается, в доме. Но она как бы не публичный человек. Я ей как-то спросила, могу ли я тебе там показать, снять. Она такая, ой, да, типа не надо. Я бабушку Надю свою показывала в своих видео. Например, фотографии показывала, там свои какие-то детские, ещё что-то. Ну, так вот прям снимать влог, ну, не показывала. Не знаю, хочет она, не захочет, хочет. Я бы хотела, конечно, потому что, в принципе, ну, мне нравится потом самой пересматривать какие-то влоги с родными, с семьёй. Это я вам просто рассказываю какие-то причины, почему я там бабушку не показывала, потому что она не особо как бы хочет. Мы едем, нам осталось 50 минут. Папа ещё говорит то, что поржал, наверное, что мы типа едем, ну, короче, в каком-то ряду мы неудачно стояли, нас все обогнали. Он такой, вот вы стоите там, что-то медленно едете. Мы сейчас заедем во вкусные точки, бутерброды покушаем. Я прям расстроилась. Я бы тоже хотела. Ну, ладно. Мы тут со Славой обсуждаем, скучает ли Анютка по нам, когда нас весь день не видит, например. Ну, и, конечно, всё скучает. Вот, я ей говорю то, что вчера, когда я зашла за Аней, вы получаете реакцию снимали, ну, вы поняли. Я когда за ней зашла, мама мне открыла дверь, а Аня была у неё на руках. И мама как бы отходила в квартиру, а я заходила, закрывала дверь. И Аня уже хотела ко мне на ручки, а я не могла её взять, потому что я ещё была в куртке. Надо было, ну, как бы всё нормально раздеться, потому что Анютка была, так скажем, в домашнюю. Надо было её ещё одеть. Короче, и Анютка начала расстраиваться и плакать, что она уже ручки ко мне начала тянуть, что я её не беру вот прям сразу. И, ну, это, конечно, так мило вообще. Обожаю. Я тут вспомнила, что мне рассказывала моя подруга Луиза, а с ней этот вопрос обсуждала... Она обсуждала этот вопрос с нашим общим педиатром у нас. Общий педиатр Луиза как раз нам посоветовала. Кстати, надо ей написать нашему педиатру, чтобы к нам приехала как-нибудь, а то давно у нас не была. Вот, у нас вроде, слава богу, всё хорошо. Что? Я ещё постучать не знаю. У меня тут дерева нету, да, пластик, говоришь, в этом автомобиле, короче. Она обсуждала вот что. Дело в том, что Луиза, ну, деловой человек, у неё в своей клинике куча дел, у неё тоже есть ребёнок, малыш. Ну, он уже не такой прям малыш, как Анютка наша, но всё равно маленький. И она спрашивала, как ей быть, когда она уходит на работу. Ну, то есть ей нужно с ребёнком прощаться, говорить, там, Монтик тоже, Монтик. Вот, у меня, ну, там, Монтик пока, мама пошла, скоро придёт, там, сюсю-пусю, вот это вот, я тебя люблю. Ну, то есть, как бы, вот этот ритуал прощания, его надо делать вообще. И говорит, пока я ушла, скоро приду, я на работу. И педиатр сказала, нет. Вот просто ребёнка отдали. Ну, я не знаю, девчонки, напишите в комментариях, согласны вы с этим или нет. Педиатр сказала, что не нужно, наоборот, этого не нужно делать, потому что если ребёнок видит, как вы уходите, то он потом начинает ждать вас. Ну, как бы ждётся, ну, там, может, на дверь, не знаю. И он видит то, что вы ушли. А если ребёнка сразу отдать кому-то, ну, там, няня, мама, ну, бабушка, дедушка, неважно, да, отдать, чтобы переключить его внимание, и вы как бы ушли, то ребёнок, он, ну, типа, у него нет вот этого чувства времени. Ну, когда он маленький, у него нет чувства времени. Он просто увлечён, играет. Он не понимает, сколько времени проходит, ну, услуг. Типа, я не знаю, так это или не так, но чтобы ребёнок, там, не расстраивался, что вы ушли, допустим, и не ощущал того, что вы ушли, наоборот, не нужно ему показывать, пока, пока, мама ушла, всё, давай, увидимся вечером, я тебя заберу, люблю, скучаю, не могу. Типа, вот это делать не надо, наоборот, надо просто отдать, всё, оп, пока, у меня нет, всё, ушёл. Я так делаю, я отдаю маме, всё равно, как будто бы говорю, Анечка, я тебя люблю, мам, ты заберёшься. Но, по сути, стараюсь максимально быстро уходить, не растягивать вот это вот, чтобы, чтобы у Ани не было чувства, что, ну, короче, я не знаю, вот я стараюсь так. Ну, я думаю, что она ещё маленькая, но всё равно скучает, мы просто вот эту тему обсуждали, мы всё ещё едем, кстати. Там ещё полчаса, господи, как долго едем, всё из-за того, что мы стояли в пробке, в ужасной пробке. Мы едем, 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 ой, какой цветочек, вы видите его? Ну, так, вот, да, ветер, капец, да, шатает? Да, еще не шатает. Жуть. Но при этом 16 градусов, тепло-тепло, но ветер сильный. Да ладно, реально. А чё он сзади нас едет? Не знаю. Решил притормозить? Да, может, в пробке стоял. Может, и мы его встретим? Реально прикол. Такая у нас компания вообще. Собралась. Да, Нэнси чистились, просто топовая песня. Кстати, мой папа же знаком с Нэнси, надо у него спросить, может, пусть Нэнси ко мне придут, споют на день рождения. Ну, понятно, не знаю, сколько было бы супер вообще. Ну, что ж, папа приехал раньше нас. Папа славит за нами, в итоге ехал змейкой. Короче, всё, мы доехали. Ура! Ну, в принципе, как мы договаривались, так и приехали. Так что никто ничего не опоздал. Так, ребята, я вам сейчас расскажу, что мы тут придумали. Мы как будто команда дизайнеров и архитекторов. Очень здорово было встретиться. Уже уехали, мой папа с бабушкой приехали и со строителем. Кто будет здесь делать ремонт. Вот папа мне уже сказал то, что, типа, просто мы когда болтали, всё это придумали, продумывали. Чё хочется, чё мы тут сделаем, что можно, что нельзя. Это будет просто шикарный дом. Потому что строитель и папа тоже сказал, что здесь можно сделать вот это. Бабушка сказала, что вот эту стену можно подвинуть. Ну, потому что бабушка видела строительство этого дома, всё. И это очень круто, когда люди, которые в этом разбираются, тебе говорят, какие у тебя есть возможности. Потому что у нас много возможностей здесь нет. Из-за того, какой здесь дом. Но открылись новые классные уровни. Например, я вам сейчас просто всё расскажу, какой у нас план, что мы здесь решили делать. Но мы сюда всё-таки будем вызывать ещё дизайнера. Обратимся также к лилик нашей. Замеры тоже будем делать. Сейчас нам нужно собрать весь дом. Вынести на улицу то, что мусор не нужно. Что-то будем ставить в гараж. Сразу, возможно. Может, пока мусор будем ставить в гараж. Короче, мне писали о том, чтобы я старые матрасы всякие, одеяло отвезла в приют для животных. Вот я бы тоже это хотела сделать. Как-то реализовать. Мы пока это всё на мусорку не вывозим, конечно. Просто вам рассказываю. Вот. Нужно будет как-то это сделать. Пока не знаю как. Подумаю, как машину заказать. Потому что там много. Но типа там в мою или даже в две, наверное, не поместится. То есть там прям нужна большая машина. В доме очень холодно. Шмыкучно отопление. И в доме даже холоднее, чем на улице. Представляете? Бабушка с папой такие говорят, типа, чего ты паришься? Сделайте на втором этаже себе туалет. Я такая, а что? Так можно было? Короче. Сейчас охренеете. Вы же знаете наш дом. Вот этот. Здесь всё в моё детство вообще прошло. И когда мы поднимаемся на второй этаж, мы видим вот что. То есть получается так, что вот эта вся часть, это была пристройка. Понимаете? Было только вот то. И там же под этими комнатами как раз кухня. Наша спальня внизу. Короче, мы здесь. Вот это закрываем окно. Здесь у нас будет пустое пространство, открытое. Здесь мы замуровываем всё. То есть здесь не будет двери. Вход у нас будет вот здесь. Но здесь тоже двери не будет. И сюда мы попадаем как будто бы в коридор общий. И здесь вместо этого чулана мы сделаем туалет, раковину и стиральную машинку. То есть с первого этажа мы всё это поднимем сюда. Почему? Потому что здесь, только здесь есть комната, в которой удобно можно всё поставить на сушилке. Возможно, мы подумаем и закажем ещё сушильную машинку. Но очень многое нельзя сушить в сушильной машинке. Может, мы её закажем и в любом случае на первом этаже у нас освободится место. Станет больше для того, чтобы поставить хорошую ванну, нормальную раковину, полки какие-то, ящики сделать. Поэтому как будто бы стиралку не хочется. Внизу будет как будто бы проще здесь заниматься всеми бытовыми делами. Вот как-то так мы решили. Получается, здесь этот шкаф мы уберём. Но суть в чём, где-то вот до этой как раз палки, перегородки у нас будет открытое пространство. Здесь мы наращиваем стену. Вот так, ну то есть, вот так вот типа. Поняли? Здесь будет стена и здесь будет дверь в отдельную комнату. Понимаете? Здесь будет пусть небольшая, там, не знаю, 8-9 квадратов, сколько эта комната получится. Но это будет закрытая отдельная комната, в которой можно поставить одну кровать. Да даже вот такую. Например, не знаю, посмотрим, как это всё расположить. Какой-то шкаф. Ну, грубо говоря, представьте, что это какая-то, ну, небольшая детская. Если так прикинуть, то есть всё равно нормально получится по месту. Вот. Да, они огромные, но, по крайней мере, это будет полноценная нормальная комната. Да, вы спросите, почему, ну, как бы здесь не будет окна. Вот мы стояли, думали и решили, что мы просто здесь выпилим, и здесь будет окно. Ну, например, здесь. Вот. Скос у крыши убрать не получится, поэтому просто на какой-то стороне, не знаю, может даже не будем тут никакого шкафа делать, просто будет комод, например, стол рабочий и, допустим, кровать. Всё. Ну, то есть отдельная комната, где можно тоже нормально жить. Из этой комнаты, это мы уже придумали, как мы сделаем, чтобы здесь было реально прикольно. Мы выходим. Ну, то есть вот, комната будет аж досюда. Ну, то есть реально хорошая комната получится. Чтобы вам показать пример и для себя тоже. Получается так, что вот где кончается, будет стена и выход в комнату. Довольно-таки много места, даже если представить, что здесь останется вот такая кровать. Ну, то есть вообще норм. И получается, здесь мы выходим вот такие. И тут, наверное, чуть продлим, не знаю, будет вход в туалет, ванну. А здесь мы прям от двери, ну, чуть-чуть там оттуда, наращиваем стену. И как я придумала и захотела, делаем вход в гардеробную. И стена у нас остаётся ещё пустая для того, чтобы повесить телевизор. Вот. Здесь мы всё оставим примерно, ну, в таком же порядке. То есть тут просто будет спальня, допустим, гостевая, либо для детей. Я думаю, что мы, возможно, даже сюда мебель какую-то прям менять не будем. Мы ставим здесь такую кровать. Тут всё равно у нас всё будет красивое, белое, чистенькое, новое. Ну, то есть эта кровать тоже не старая, она тоже хорошая, белая. Вот. Ну, шкаф, понятно, уберём, потому что у нас будет гардеробная там сзади. И потом просто мы сможем сюда спокойно менять мебель по необходимости. Там, когда, не знаю, для ребёнка что-то делать. Такие дела. Поменяем окна. Поменяем, конечно же, все люстры, освещение, вся проводка будет меняться. И получится так, что вот мы открываем дверь, выходим, здесь у нас стена пойдёт. Такой, как бы, открытый коридор будет, из которого можно попасть в общую зону. И здесь ещё будет вход в туалет с раковиной и стиралкой. Ну да, стиралку и сушилку можно вместе сделать. В любом случае здесь, как бы, будет такая зона, ну, можно сказать, придумаем, как будто её постирочной. Здесь же можно расположить утюг, ну, сделать там шкафчики, полочки. Такое, как бы, хранение. То, чем каждый день ты, например, не пользуешься. Вот, потому что на первом этаже, конечно, для этого места вообще нет. Такие дела. И получается, что вот эту комнату мы оставим такой, какая она есть. Потому что здесь много чего не придумаешь. Вот. Ну, здесь просто будет чил-зона. Здесь оставим книжный какой-то шкаф. Ну, не этот, конечно. Вот, будет какой-то у нас книжный шкаф с полочками. Другой диван. Этот нам надо отфоткать, выставить на продажу. Все вот эти под шторы, как они называются, не плинтуса. Ну, вы поняли, то, где, типа, шторы висит. Мы всё это сделаем скрытое, как бы, в потолок. Потолок будет натяжной, потому что другой просто здесь офигеет. Окна, как я сказала, будем менять. Вот это всё тоже менять. Лестницу я вам сейчас прикреплю картинку, какую я бы хотела сделать. По цветам и вообще по настроению. Вот, здесь, понятно, тоже всё это будет сниматься. Всё будет красивеньким, беленьким. Не знаю, как и как сюда клеить обои. Сюда можно в этот дом. Сюда есть вариант только обои клеить, потому что краска просто вся отпадёт, так как этот дом вообще изначально деревянный, который обложили кирпичом. Ну, короче. Вот, что мы решили по второму этажу. Такие дела. Это очень классное решение. По поводу ванны мы пока прям, типа, точно не решили, но решили, что вот это закроем, и сверху канализация пойдёт у нас тоже по этой стене, и мы это всё закроем и сделаем инсталляцию. Раковину перенесём отсюда, конечно же. Возможно, сделаем здесь угловую ванну, хотя я такую не очень как будто люблю, поэтому посмотрим, это надо будет подумать. И, получается, здесь не будет стиралки, и здесь будет как раз-таки раковина с полками классными, с зеркалом, но, опять же-таки, много полок тоже не сделаешь. А, но полки можно здесь над туалетом сделать как раз. Нет, не получится. В общем, ладно, тут 100% в идеале бы подумать с дизайнером, просто потому что мы сюда очень много денег потратим. Просто очень много денег потратим. Я это уже понимаю, но зато будет классно. В подвале тоже всё решили, что делаем. Там особо много ничего не делаешь, просто всё почистить. Как тебе то, что мы сегодня придумали? Ну, прикольно. Мне кажется, очень круто. Помните, я очень хотела эту стену взять и подвинуть туда, как бы в нашу будущую гардеробную, в спальню, подвинуть и вставить сюда какие-то шкафчики, полки, холодильник. И мы поняли, что это невозможно, потому что это несущая стена. Но мы же можем её не полностью. Оказывается, можно так сделать просто чисто под холодильник. Поняли? Под холодильник и под полки. То есть не полностью её всю убирать, а вот эта часть как бы останется, плюс перегородки. То есть она будет держаться, всё будет как бы по ГОСТу, по нормам. Но мы сможем реально это всё углубить не до потолка и вставить сюда холодильник. Одного нам вообще вот так хватит. И сделать ещё какой-то шкаф, который даже можно было бы сделать встроенную микроволновую печь, например. Ну, короче. Либо вот здесь делать, в общем. Я очень рада, потому что мы уберём отсюда холодильники. И это ненормально, типа. Нет, это вроде как нормально, потому что привычно, но у меня это вообще, конечно, не то. Единственное, что мы поняли, что мы ничего с входной зоной этой группы не сделаем. Вот. Но что поделать? Я присела, чтобы сделать пост. Сейчас Слава с папой будут телевизор упаковывать. Наш классный телевизор. Помню, как мы купили эту плазму в последней модели. 200 с чем-то тысяч. Охереть просто. И не встать. Телевизор. 65 дюймов. Миллиард точек. Мы, конечно, вообще кайфовали от этого. Когда смотрели. Мы, можно сказать, полностью собрали всё, что было в нашей спальне на первом этаже. Я в перчатках, потому что доставалось под кровать и всякие матрасы, подушки, одеяло. Мы их-то всё собирали. Там просто всё было в мышином говне. Но мы, правда, это стряхнули. Я потом всё ещё запылесосила. Положили всё это в пакеты. И планируем каким-то образом это всё передать в приют. Слава уже нашёл здесь поблизости какие-то приюты. До какого-то не дозвонился. Какой-то, говорит, хороший, прям большой, типа, нашёл. Вот. И, возможно, не мы сами, а папа Славы, когда поедет к ним на дачу, просто это дальше от нас, то есть дальше от Москвы находится. И, возможно, он завезёт какую-то часть. Какую-то часть, может, потом завезём. Но сначала нужно узнать, примут они то, что мы можем привезти или нет. Потому что если нет, то, конечно, нет смысла. Знаете что? Я всё ещё не знаю, как нам напаковывать посуду. Но мы, короче, решили, что мы всё соберём. Вообще у нас большой гараж. Мы там просто этот грибок потравим, который нам мешает туда всякое складывать. И мебель всю мы поставим туда. Ещё нам нужно всю мебель отфоткать. Красиво. Ну, не всю. Вот, например, вот эту столешницу под телеком. Она вообще... Ну, её нет смысла, типа, выставлять на продажу. Ну, типа, за 50 рублей. Ну, она просто развалюха уже. Я не знаю, как она телевизор этот держит. Мы её просто на улицу выставим. И всё. Ну, не знаю, может, соседи заберут на дрова какие-нибудь. Вот этот стол в журнале. Я вообще не знаю, как к ним прощаться. И вообще эта зона, где дедушка сидел всегда. Вот этот стол. По-моему, наверное, не видно из-за стола другого. Это вообще... Этот стол ещё погрызанный Шерханом. Это собака моего дедушки с бабушкой, Габерман. Эта собака ещё была жива, когда я родилась. Не знаю, сколько лет мне было. Ну, наверное, года 4 точно мне было. Он ещё был жив. Я рассказывала где-то у себя во влогах, что его, скорее всего, пристрелили. Не знаю. Он просто жрал кошек чих. Ну, короче, такая история грустная. Ну, в общем, тут есть прогрызанные такие уголки. И вот эти уголки от этого столика сжрал Шерханом. Представляете, сколько лет назад? Больше 20 лет назад. Больше 25 даже лет назад. Я могу так сказать. Да, эта вагонка стрёмная. Она как-то родная. Столько ностальгии. Так сложно расставаться с какими-то вещами, которые... Не просто вещи, знаете, фуфло, которые можно легко заменить. А вот с такими незаменимыми вещами... С этим креслом. Оно... Ну, просто кресло. Причём оно же не такое. Дедушка его чем-то обтянул, чтобы оно не пачкалось. Ну, это просто чехол. Сидел здесь дедушка на кресле. Помню, дедушка здесь сидит такой. Тут рядом диван. Я к нему сяду. Мы с ним болтаем. В картишки тут играли. Потом сидели, курили вместе. Чего мы тут только дедом не делали? Классные времена. Так, эти подушки тоже надо, кстати, сохранить. Это от нашей... Качалки. А вот что ли, не знаю. Куда нам такие короткие? Ну, типа, они просто пошивая с дедушкой, по-моему, много денег потратил, чтобы здесь... Ну, как-то облагородить, потому что раньше тут были шторы вообще... Ну, старые прям. А эти как бы новые, можно сказать. Видите, они короткие, специальные, чтобы вот так было. Ну, конечно, мы когда здесь ремонт сделаем, у нас они будут в пол, красивые. Вот. Потому что вот такие вот шторочки, которые висят, ну, такое. Короче, мы ведем здесь такую красоту сумасшедшую. Картины надо все снять. Магниты все снять. Эти нужно заняться, кстати, прямо сейчас. Блин, ну магниты я не знаю, конечно. Че, 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 че. Мне нужен контейнер для этого дела. Могу освободить один из этих, а вот это увезти в Москву. Зачем мне контейнеры? Да и там потом разберусь с документами, что там будет. Я сейчас разбираю шкафчик под телевизором и нашла какие-то фотографии. По крайней мере, может, не фотографии. Я помню, мы с дедушкой это разбирали, я ему сказала, это не выкидывать, сохранить. Тут, видимо, так скажем, типа ларек, в котором дедушка раньше работал на фотографиях. Это было так. Я в своем блоге рассказывала, чем занимался мой дедушка, что у него было в помещении. Вот я смотрю. Вот еще какая-то фотография типа продукта. Я не могу узнать наверняка, но, по-моему, на это типа было помещение одноэтажное. Он построил два этажа потом на этом. А вот эта фруктовая такая... Как много этих фотографий? Одинаковых. Я знаю, куда я это уберу, я это не буду закидывать. Ну, не знаю, может, потом выкину, либо оставлю одну. Не знаю даже зачем. По сути, это хлам. Это уже даже никакого отношения не имеет к нашей семье. Но истории семьи имеет. Я тут как-то наткнулась на Рилс, что девочка попросила свою бабушку, чтобы она записывала истории. Разные истории их семьи. И она потом взяла все это классно с фотографиями, с годом, с какими-то красивыми вставками, оформлением. Сделала книгу бабушкины истории. Так здорово. Нашла вот такой вот закуточек. Это для очков. Я так поняла. И вот эти гвоздики тоже. Ничего себе. Просто лежал в свертке вот здесь. Как интересно. Посмотрев на эти салфетницы, вы можете представить, сколько им лет. Это просто в моем детстве еще. Стояло. Вот эти мишки. Вот это смея. Круто, конечно. Короче, у дедушки там какие-то лекарства стояли. Параты всякие такие. О, да, я помню, как мы заряжали батареи. Попробуй. Короче, собираем мы тут посуду. И у нас закончилась прикольная вот эта пленочка пупырчатая. Я заказала не так много. А посуда тут еще просто дохрена. Короче, освободим в спальне. Посуду все вообще оттуда уберем. Телек они уже собрали. И если что, посуду какую-то мы поставим здесь временно. А в следующий раз приедем с пленкой, потому что мы все равно сегодня весь дом точно не успеем собрать. Мы, в принципе, многое собрали. Осталось, конечно, много бокалов. Это да. Вот, ну можем попробовать бумагой что-то упаковать. Но все равно этого мало, мне кажется, будет. Надо вот эту пленочку. Да не, не получится. У нас посуды еще очень много. Не, ну вот здесь немного, конечно. Но все равно. Там что-то, что может не так сильно бьется. За кастрюли всякие. Я не так сильно переживаю, конечно. Как за бокалы, например. Такие вот дела. Такую классную фоточку папину нашли. Вот такой маленький папа мой. Это 89-й год. Прикол. Вот, дело идет. Я уже сняла картины. Посмотрите, там уже след от них остался. Еще вот эту картину снимать. Вот это, ну я не знаю, что с ними делать. Их надо в какую-то пленку. Но мы их уже вешать не будем, скорее всего. Но что-то с ними точно делать надо. У меня знаете, в чем вообще вопрос? Трешовый вопрос. Что делать вот с этим? Я думаю, какую-то обувь. Ну, блин, не, выкидывать жестко. Просто вот эти коробки все я сидела, складывала. Сейчас что мне их раскладывать? Как будто неохота. Я вот думаю о том, чтобы просто прямо в этих коробках, в эти коробки. Да, на это уйдет много коробок. Но что поделать? Не знаю. Чего как быть, если честно. Блин, все равно это еще хорошо, что мы многое здесь разбирали, выкидывали за то время, что мы здесь жили летом. Наверное, не знаю, вот сейчас решим, что делать с посудой, и я пойду на первом этаже сначала разобраться. Но я все равно кухню не могу разбирать, потому что посуду я не могу собрать. В ванной как будто недолго, могу вообще все это плюс-минус Москву забрать, нафига ну здесь надо? Пока мы здесь приезжаем разбираемся, я еще что-то стираю, что потом упаковываю тоже в коробке, потому что что-то просто подвергалось мышиным делам. Вот так. Капец, тут столько всего, боже мой. Вот эти сумки, они со всякими подушками, то, что мы хотим отдать в собачий приют. Мне кажется, больше всего вещей, вот таких прям вещей, везде. А в подвале столько книг, и все это тоже надо куда-то класть. Это просто шок. Смотрите, что Слава нашел. Это площадь для волос. Параритетная. 16. Ш. 2. Н. 12. 120 вольт. Понимаете? Но это еще не все. Как вам это, малыш? Малыш. Малыш. Это утюг. Может, он даже еще работает. Дорожный утюг. А что, таким можно работать? Я с Солком. Нашли охотничий рыболовный билет. Каких-то ключей. У нас есть для этого отдельный контейнер. Для всяких интересностей под вопросом, с которыми разберемся потом. Короче, жесть. Мне как будто хочется, знаете, пойти на второй этаж и там просто вещи засасывать в эти мешки. Потому что это, мне кажется, таким простым и понятным. Короче, у нас этот шкаф все почти пустой. Нам осталось освободить вот это. Вот это все нам нужно перенести на кухню и найти на кухне этому месту. И в следующий раз мы приедем, уже будем все тоже убирать. Потому что пока что места совсем нет. Да. Нет у нас этих пленочек, я говорила. А так, вы посмотрите, девочки. А еще надо шторы снимать. Это же тоже надо. Все, надо снимать. Там под кровать вообще... Как будто крысы обливали все. Мало того, что обосрали, еще и обливали. Это что? Просто какое-то неверазумение. Ну что ж, ребят, передаю вам новости. Я сняла шторы и тюль на первом этаже везде. А это получается здесь. Три окна. Вот. Сняла. Слава с папой начали разбирать шкаф. Сняли полки. Потом все заматывали. Просто трэш, девочки. Я просто в шкупе. Короче, у нас, на самом деле, много головников слетело с головы. Например, вот эту конструкцию, всю вот этот шкаф, к нему все полки, по телевизору и так далее, мы отдадим на дачу к Славе. У них там есть комнаты, не обустроенные до конца. И как раз это то, что нужно. Вот. Тем более, как бы на даче все пригодится. Вот эту кровать тоже, я так поняла, мы им отдадим. Потому что мы сами хотели ее вообще продать. Но продавать так впадлу. Выставлять, ждать, когда кто-то купит. Человек там подумает. А, давайте я приеду, подумаю. А, нет, что-то мне не нравится. Ну, короче, я не знаю, как это происходит. Я обычно ничего не продаю особо. Вот так вот, типа, на Вито каком-нибудь. Вот. Но, короче, решили тоже отдадим дедушке и бабушке Славе, что у них кровать. Ну, короче, просто обновят их кровать. Вот. Решили ничего такого не делать, не продавать, не избавляться. Короче, да. Ну, потому что вот эти шкафы вообще шикарные, я считаю. Ну, они реально хорошие, добротные прям. Но просто мне как бы такое в мою концепцию не вписывается, учитывая, что мы здесь будем делать гардеробную. Поэтому, конечно, не совсем то, что надо. Провать поменяем, потому что я хочу, чтобы был комплект. Эту мы покупали, можно сказать, на скорую руку. И у нас тогда с финансами было не так хорошо. Вот. Она даже без тумбочек. К ней тумбочки не шли. И... Не, ну нормально, как бы не сказать, что мы там бомжевали. Но, по-моему, 30 с чем-то тысяч мы на эту кровать заплатили вместе с матрасом. То есть это вообще очень хорошая цена. Прям недорого. Кухню будем тоже менять. Блин, ну вот папа мне сказал, ты понимаешь, что это выйдет, типа, очень дорого всё. Ну, типа, знаете, я просто как думала. Я думала, ну, вот сколько ремонт на даче сделать? Ну, до хера. Тут же реально много работы. Помимо просто, там, обновить коммуникации, проводки, трубы и так далее, ну, тут реально много всего надо делать. И окна будем менять. Шок. Одни только материалы, стройматериалы. Ну, короче, папа говорит, ты же понимаешь, что это прям до хера, ну, типа, готовь всё прям. Я говорю, да, я понял. Ну, короче, да. Нам, конечно, сейчас такие большие растраты предстоят. И это немножко... Ни хера себе. Потому что вы и так знаете, что у нас в одной квартире идёт ремонт. Плюс покупки автомобилей. Вот это вот всё. Жизнь одна. Нужно жить здесь и сейчас. Я просто знаю, что это будет меня мотивировать работать лучше, больше. И надеюсь, конечно, что у меня будут крутые, большие проекты. Вот. Чтобы всё это было более комфортно. Что я не знаю, сколько всё это выйдет. Но я к этому готова морально. Я хочу жить в этом доме, чтобы он был такой шикарный. Чтобы было сюда так приятно приезжать. Короче, вот это всё постиранное. Но не так, что, типа, знаете, прям от души полтора часа стиралось или час. Нет, просто буквально по полчаса стирала партии. Потому что всё равно после того, как мы здесь везде сделаем ремонт, всё будет заново стираться, гладиться, чиститься. То есть после ремонта тут ещё столько предстоит. Но это можно будет делать постепенно. Вот. Можно будет уже сюда заехать. Плюс-минус навести какой-то порядок. Здесь жить. Там неделю жить, что-то разбирать, стирать. Да, дел много. Я, наверное, охерею. Ну, что поделать. Стирается посудомойка. Вот это надо будет поднять на второй этаж. Там сухое снять. Ну, в принципе, мы, наверное, уже поедем. Потому что время уже много. Я, короче, не сняла рум-тур, как клонировала. Но, мне кажется, в этом уже нет смысла. Если честно, будет у меня память о этом доме с блогов с дачи, которые я снимала, когда мы тут жили. Вот. И то, что сейчас снимаю. Напишите в комментариях, как вам то, что мы придумали. Мне кажется, идея прям вообще улён. Оказалось, что, кстати, свет не перегорел. Всё тут нормально со светом. Впрочем, это всё надо снять будет. И сейчас сюда принесём. Я думаю, вот эти полки с книгами даже разбирать не будем. Прямо вот в таком виде всё это будем выносить. Где-то ставить, пока здесь будет идти ремонт. Самый страшный босс-уровень находится здесь. Во-первых, там мыши, наверное, живут или жили. И здесь очень много мусора. И очень многое полетит просто на помойку. Я и глазами не моргнула, отправлю очень многое на помойку. Даже вот эти цветы. Вот. Вот эти буквы. Я готова со всем этим попрощаться, реально. Тут столько всего ненужного. А сколько подушек, одеял. Вот. Это старинное одеяло. Жуть. Жуть. Мне очень нравится наша идея. Потому что здесь будет стена, а тут проход. И, блин, это реально гениальное, можно сказать, решение сделать из вот этих трёх комнат. Точнее, окей, двух проходных. Сделать хотя бы одну, пусть меньше по размерам, но самостоятельную комнату. Вот. Тут, кстати, у нас на этой штуке тоже мышь срали. Я даже не знаю, хочу ли я её стирать. Ну, вот эту кровать мы как бы планируем оставить здесь, скорее всего. Потому что, а чё её менять? Хорошая кровать. Просто здесь будет она как кровать, и будет висеть телевизор ближе. И всё, тут больше ничего не надо, получается. Ну, да. Поэтому эту кровать мы просто разберём, вынесем в гараж. Вот эти кровати, не знаю, может быть, и тоже. То есть тут как будто сильно по мебели много покупать на второй этаж в планах прям нет. Ну, только обустроить там санузел, который мы здесь придумали, гардеробную. Вот. Ну, вот эти шкафы тоже нам надо, получается, продать. Правда, конечно, было бы неплохо совместно с этим. Такой гарнитур. Можно, кстати, сфоткать. Конечно, мыши срали, а траву раскидывали. Но я сейчас сфоткаю. Может, мы реально это продадим и просто купим что-то другое. Не, ну это, конечно, не то. Ну, ладно, подумаем. В следующий раз я всё сфоткаю. Тут надо ещё с кафе освободить, чтобы было что-то понятно. Но тут немного освобождать, я уже рассказывала и показывала. Тут много мусора, много старинного чего-то. Не, ну что-то хорошее. Многое просто засосать в эти пакеты. Классные. Тут вообще пусто было у нас, тут тоже пусто. А под кроватью, как я помню, мышей и говна мышиного нет. Но здесь много вот такого. Много того, что тоже будем засасывать в пакеты. Платье моё свадебное до сих пор не знаю, что надо делать. А тут чё? Куртик, куртки. Блин, вот прикольно, что я люблю контейнеры. Вы посмотрите, у меня уже вот что-то в контейнерах. Это просто взять, достать. Но многое, конечно, и не в контейнерах. Курток много. Хочу вообще от этих всех курток избавиться. Окей, не от всех, но от многих. Каждый раз не помню, что у меня здесь в шкафах. Представляете? Каждый раз открываю и думаю, что же у меня там такое? Что это за куртка такая? Может, она модная? Мне её надо сейчас носить, а она тут лежит зачем-то. А то я сейчас в улице. Так, ладно. У меня такая же синяя в Москве. Прикольно. Счинясь. Сюда. Можете забрать. Прикольная курточка. Сберу. Так. Ну и всё, с этим разбираться. Засасывать, засасывать. Короче, ладно, сейчас Слава придёт. Мы с ним повесим бельё. Он пошёл папу провожать. И поедем в Москву. Хочется приехать пораньше. Забрать Анюту пораньше. Ещё мне надо помыться, голову помыть. Потому что я её лаком пшикала ещё вчера. Завтра у нас будет клининг. Думать задачи, которые клинингу надо сделать у нас дома. Ещё дома разбирать вещи. Анютке поменять одежду. На новый размер перейти. Короче, да. Ну, а здесь нет. Вот реально, на втором этаже мне всё кажется более-менее понятным. Потому что тут в основном, типа, мусор и одежда, которую надо засосать. На первом мы как будто уже плюс-минус всё собрали, кроме того, что связано с кухней. Кухня у нас ещё не собрана совсем до конца. Сколько же тут живности. Ползёт какая-то херня. Вот так вот сидишь такой на диване. И на тебе. Фу, какой личинус. Вдруг он ползал по моей сумочке. Короче, предлагаю повесить то, что постиралось. И погнать отсюда тоже. Давай, сейчас я... Короче, что-то было холодно в подвале. Ой, я в подвале вообще. В доме решили поднять затопление пока здесь. Так, а тут объём какой работы. Короче, решили вот это всё нахер убираем. И прикол в том, что эти штуки здесь уже на месте. Между собой спаяли. Вот. То есть их нужно будет распиливать, чтобы отсюда выносить. Потому что мы решили здесь на стену делать плитку. А на пол как называется? Вот это заливной пол? Да, наливной. Заливной охотится. Просто голодная. Тут книги, книги, книги. Всё это выносить. Ну, тут многое и мусор. Банки к бабушке на дачу. Книги. Не мусор, конечно же. Да. Помните, как я разбиралась тут? А я, между прочим, всё освобождала. Что-то тут протирала эти полочки. От пыли, от паутины всё очищала. О боже. Ну, когда тут будет супер-пупер красиво. Будет одно удовольствие здесь убираться и наводить порядки. Я бы забрала всяких огуречков. Сучки-дрючки. А то у нас тут вкусняшек столько. Мы-то как бы тут планировали это всё кушать. А теперь что? Надо забирать потихоньку, вывозить тоже. Чтобы хотя бы в Москве это всё поесть. Что у нас тут за алкоголи? Ну, тут у нас, конечно, не то. Вот когда мы тут всё достроим... Я ещё хочу здесь сделать какой-нибудь для вина, для бутылок сейф, так скажем, место. И мы привезём то, что у нас в Москве. Потому что у нас в Москве огромное просто количество бутылок всяких разных. Но мы их не употребляем. Потому что мы, в принципе, не употребляем эти все алкоголи. Ну, очень редко и очень мало. Всё. Я с вами прощаюсь здесь, на этом моменте. Но ещё, может, в машине вернусь. Что-то я замёрзла, устала. Хочу вкусной точкой помыться, обнять своего ребёнка. Уложить ребёнка спать, потом обнять своего мужа. И кайфовать. И уже утром проснуться, к нам приедут убирать. А мне надо будет всё равно работать, краситься, приводить себя в порядок. А Слава сюда приедет со своим папой, и они продолжат. Это доброе дело. Такие дела. Всё. Возможно, даже совсем пока. Если не будет настроение в машине снимать, то я с вами прощаюсь. Люблю, целую, обнимаю. Спасибо, что смотрели этот влог. Пожелайте нам удачи. Вот. И оставьте комментарий для поддержания, не знаю, для поддержания моих охватов, для возможного привлечения новых рекламодателей, новых проектов, чтобы у нас было финансирование, сделать твою жизнь всё лучше, сделать здесь ремонт супер-пупера, о котором мы мечтаем. Но у нас без вариантов. Просто без вариантов. И если что, даже кредиты мы будем брать, но ремонт мы будем здесь делать, потому что, когда машина запущена, её уже не остановить. В общем, всем пока. И спасибо. Спасибо.